Приготовьтесь к новой главе взрывного экшена и к оперативному беспределу в Hell Divers 2. Кооперативный шутер от Arof Head неожиданно стал для многих главным релизом зимы. Игроки, которые остались в восторге от уничтожения бесконечных волн жуков и роботов, быстро набрал около миллиона активных участников. Разработчики потратили первые недели после релиза игры на улучшение стабильности серверов, а теперь наконец-то выпустили первый контентный патч. Доброго времени суток, дорогие друзья! Поговорим обо всём и по порядку. Присаживайся поудобнее, наливай себе чайку, прожимай свой царский лайк, а мы начинаем! Для экшена Hell Divers 2 вышел патч 0.1.3.0.100 вместе с сопроводительными примечаниями. Это крупное обновление лишь первое из многих отмечает разработчики студии Arof Head. Главными достопримечательностями этого обновления являются возросшие планетарные опасности и экологические препятствия. Игроки могут столкнуться с неожиданными изменениями в своём окружении, что может создать новые проблемы. Например, прямо упоминаются огненные торнадо и метеоритные дожди, но студия Arof Head намекает на ещё большие сюрпризы. Кроме того, есть некоторые изменения баланса, которые делают миссию по искоренению намного сложнее и улучшают характеристики разнообразного оружия. Разработчики уменьшили эффективность самых популярных оружий, такие как дробовики Breaker, рельсовая пушка и генератор щита. При этом авторы увеличили урон огнемёта на 50%, а дробовики Punisher и Breaking Spray стали куда мощнее. Также разработчики повысили эффективность фонарика в слабоосвещенных местах, усилили орбитальные выстрелы и добавили урон от взлёта ракеты. Согласно опубликованному списку примечаний к патчу, изменения внесли в миссиях искоренения. Теперь требуется больше убийств, а враги появляются чаще. Время выполнения миссии раньше было короче, чем предполагалось, а теперь, как правило, должно занимать в два раза больше времени. Изменения также внесли в различные виды оружия, такие как дробовик Breaker, ёмкость магазина уменьшена с 16 до 13, отдача увеличена с 30 до 55. У Railgun уменьшено пробивание брони в безопасном режиме и уменьшен урон по прочным частям противника. На огнемёте увеличен урон на 50% в секунду, у лазерной пушки увеличен урон по прочным частям противника, повышена бронепробиваемость, улучшена эргономика. У карателя общий боевозапас увеличен с 40 до 60, увеличена сила ошеломления и увеличен урон с 40 до 45 на пулю. У дробовика Breaking Spray повышена бронепробиваемость, увеличена скорострельность с 300 до 330, а количество дробинок увеличено с 12 до 16 за выстрел. Также уменьшен размер магазина с 32 до 26. Стартагемы тоже не остались без внимания. На рюкзаке Energy Shield увеличена задержка перед перезарядкой, а орбитальному залпу 380 и 120 мм увеличили продолжительность бомбардировки, а разброс уменьшен. К всему этому были исправлены значения рейтинга брони, которые не уменьшали урон, как предполагалось. Исправлены некоторые дырки от ошибок, включая гнёзда сталкеров, которые были излишне сложно уничтожить. Исправлен переключатель сглаживания, не работающий на PS5. Забалансировано освещение на всех планетах для устранения случаев, когда игра была слишком тёмной. Увеличена видимость во время песочного дождя на Aerota Prime. Улучшены случаи, когда некоторые материалы могли выглядеть размытыми, если настройки графики освещения были установлены на низкое значение. Исправлены проблемы с синхронизацией, которые могли возникнуть в основной задаче извлечения E710. Исправлены некоторые случаи плавания крупных объектов, если земля под ними была взорвана. Хеллдайверы, стоящие рядом с межконтинентальными баллистическими ракетами во время запуска, будут сильно поджарены с вероятностью не столь самопроизвольного возгорания. Исправлена возможность использования гранат после утопления. Камера больше не фиксируется на собственном трупе игрока и не блокирует режим наблюдения. Десантники теперь получают урон от огня и газа, созданных другими игроками. Броня больше не растягивается при исчленении и многое другое. С полным списком изменений вы можете ознакомиться на официальной странице Helldivers 2 в Steam. А на этом у меня все. Не забывай поддержать меня пальцем вверх. Тебе не сложно, а мне будет приятно. До встречи в новых роликах. Пока-пока.